Меня зовут Настя. Я буду сейчас вам рассказать лекцию про звуки. В общем-то, первый слайд для того, чтобы вы поняли и почувствовали себя в этой теме. Звук. Кто-то в школе слышал, кто-то в школе не слышал. Это волна, а волна — это колебание среды, которая распространяется куда-то от точки, где оно началось. То есть была молекула, она расшатала соседку, соседка зашатала соседку и так далее. Это все пошло распространяться направо, налево во все абсолютно стороны. Как-то примерно так можно себе это представить. И чтобы звук возник, нам необходимо выполнение двух условий. Во-первых, нужно, чтобы колебание было, которое создает этот звук. А во-вторых, нужно пространство, заполненное какими-то теми молекулами, чтобы заставить этот звук распространяться, чтобы было распространяться колебанием по какой-то среде. Мы можем звук создавать какими-то способами. Мы, например, можем взять два кубика и ими стукнуть. А можем кубик уронить на пол. Эти звуки будут достаточно похожи. Мы их создали на одном и том же объекте, но разными способами воспроизведения. И получается, что в случае воспроизведения звука, в случае создания звука, объект гораздо сильнее отвечает за то, какой звук мы слышим. Мы можем на одном и том же объекте разными способами создать похожие звуки. Именно благодаря этому прекрасному факту могут два разных человека на похожих гитарах сыграть одну и ту же мелодию. И какие-то эксперты скажут, да, он сыграл того же самого Бивальди. Давайте разберемся в том, не в ту сторону, от чего зависит ответ на вопрос, какой звук мы слышим. Прилагательные, отвечающие за звук, будут предстепенно делиться на две группы. Одна будет отвечать за громкий звук, а другая за высоту этого звука. Звук может быть низкий, высокий, тихий, громкий. Если говорить об объективных характеристиках, то за громкость отвечает амплитуда, то, насколько это колебание размазано в пространстве, а за высоту звука отвечает частота, то, насколько часто это колебание происходит в единство времени. То, какой звук мы услышим, совершенно не зависит от того, какая конкретно у нас громкость и какая конкретно у нас частота. Гораздо важнее то, как распределена громкость по частотам. Какие частоты звучат громче, а какие тише. Такое распределение называется словом «спектр». Вы его наверняка видели на каких-нибудь визуализациях звука, например, на том, что было на первом слайде. Вот, например, в случае музыкального звука спектр достаточно узкий и высокий. С одинаковой громкостью звучат только какие-то отдельные частоты, находящиеся на плюс-минус одинаковом расстоянии друг от друга по частоте. А вот обычный звук, который мы слышим в повседневной жизни, имеет вид гораздо более размазанный. Мы с похожей громкостью будем слышать частоты, которые достаточно далеко друг от друга находятся. Про 200 Гц и 1000 Гц мы будем слышать с похожей громкостью. Это звук более повседневный. Мы называем похожими звуками те звуки, которые могут иметь разную амплитуду, разную частоту, но при этом имеют похожий спектр. Вот, например, вот это два хлопка в ладоши. Один такой на плоских ладошках повыше, второй пониже на прикрытых ладошках. У них разные частоты, одного 500 Гц, другого 2000 Гц, однако у них похожие спектры. То есть мы себя поубеждаем, тут сначала такой печок, потом высокий пик, потом спадает. И тут похожий маленький высокий спадает. И то, и то хлопок. Мы называем эти вещи одинаковым словом. И они имеют в виду похожий спектр, однако этот спектр по абсолютным характеристикам отличается. Более того, мы назовем похожими звуки, которые имеют похожие спектры и которые вызываются похожими явлениями. И тот и тот звук — это был хлопок в ладоши. Соприкосновение, быстрое, ладони и так далее. И кроме этого, мы на русском языке назовем эти похожие звуки одинаковым словом. Просто потому, что у них одинаковый спектр, и мы считаем их похожими. Ну, как это разобрать? Давайте какие-то примеры, чтобы я вас поубеждала. Вот, например, что мы называем шелестом? Что у нас шелестит и при каких условиях? Шелестеть будет бумага, шелестеть будет котик, который залез в полиэтиленовый пакет. И шелестеть будут листья. Но листья с тем же успехом могут и шуршать. Но если мы задумаемся, то шелестят листья, которые висят на деревьях в то время, когда дует ветер. А шуршат листья, которые под нашими ногами что-то делают, когда мы по ним идем. Дело в том, что шелест вызывается изгибом каких-то плохных объектов. Изгиб полиэтилена, изгиб бумаги, изгиб тех самых листьев на деревьях. А шорох вызывается трением двух объектов друг от друга, трением листиков друг от дружку. Или, например, мышка под полом тоже будет шуршать, потому что она там трется. Или, например, два звука, связанные с истечением воздуха, свист и хлопок. Мы их отличаем, да, свист повыше вроде как, хлопок погромче, или так или иначе. Мы их возьмем разными словами, потому что нам они будут казаться разными. Свистеть будет свисток, свистеть будет кнут, просекая воздух. Однако флеется свистеть, но сложно сказать, что будет, может быть и нет. Чем они отличаются? Отличаются они тем, что у свистка и у кончика кнута есть тонкий конец. Отличный, практически свист, да. И при срывании потоков с этой тонкого края мы слышим свист. Если кромка будет обтекаемой, как в случае флейты, свиста мы слышать не будем. В случае хлопков, хлопки в ладоши, хлопанием будет лопаться воздушный шарик, но я его лопать не буду. При вытекании, резком вытекании воздуха из этого шарика или из промежутка между ладонями будем слышать хлопок. Это не будет свист, потому что нету острых обтекаемых кромок. Не так. О, вот так вот. Более того, мы будем называть одинаковым правильным словом те звуки, которые возникают из-за явлений, о которых мы даже не подозреваем. Например, хруст. Что такое хруст? Кто у нас может хрустеть? Хрустеть может печенье, хрустеть может… Кости. Кости. Это спойлер был. Сейчас мы перейдем к хостям. Хрустеть может огурец. С треском будут распарываться швы, с треском будет ломаться лед. Однако с тем же успехом трещать будут дрова при горении в костре. Я не знаю, что там происходит, но, скорее всего, как написано во всех авторитетных местах, в случае горения дров там происходят какие-то химические реакции, в которых выделяется газ, и пузырьки этого газа собираются внутри волокон дерева. Они разрушают дерево изнутри, и это многократное разрушение приводит к треску. Или, например, с треском будет разорваться скотч. На самом деле, сперва не очень понятно, почему трещит скотч. У меня были дети, которые утверждали, что он трещит, потому что там какие-то искры что-то делают, какое-то электричество имеет там место. Однако… Нет, мы называем это треском. И с треском трещит скотч, потому что волокна клея, которые постепенно растягиваются, будут разрушаться, и в результате эти многократные возрушения вызовут треск. Треск от хруста будет отличаться тем, что у нас будут звучать разные объекты. Если в случае дерева говорить, то с треском будет разрубаться большая колода дерева, если стукнуть под ней топором. А с хрустом будут разрушаться мелкие хворостинки, по которым, например, идет какое-нибудь очень опасное животное. В случае хруста это много мелких объектов, в случае треска это что-то одно большое и массивное. И вот они наши суставы, которые тоже хрустят. Надеюсь, что я все-таки расскажу сейчас все правильно. История там в том, что в суставах человеческих тоже образуются пузырьки газа, которые многократно разрушаются, похожи на ситуацию с дровами. И поэтому мы слышим этот хруст, можете даже попробовать его сделать, у меня не получается обычно. Думаю, вы умеете. Началось, да. В случае скрипа так у меня не очень получилось придумать обоснованную логичную теорию, что он нас может скрипеть и при каких ситуациях. Но скрипят двери. Потому что двери скрипят, когда они не смазаны. Если их смазать, скрип пройдет. Наверное, дело все-таки в трении и в том, что из-за трения происходят какие-то деформации в петлях. Что-то трется, цепляется и деформируется. Скрипеть будет скамейка или стул, какой-то не очень хороший стул. Наверное, там тоже деформация и, наверное, скрип. Однако не очень понятно, что обо что трется. То ли досточки о досточке, то ли досточки о шурупы, которым это дело прикручено. Скрипеть будет скрипка. Нельзя скрипка названа скрипкой. Наверное, она все-таки скрипит. Тут, конечно, да, тоже трение. Смычок тянет струну, деформирует и так далее. Однако скрипка слишком сложна. Мы декали струны. Там струны разной длины, там такая большая коробка, которая усиливает эти звуки. Сложно сказать, что скрипка именно скрипит. Это притягивание за уши какое-то. А сложнее всего со скрипом снега. Когда мы идем по снегу, по морозу, мы называем этот звук под нашими ногами именно скрипом. Что там происходит? Там есть кристаллики льда, который при температуре, близкой к нулю, под давлением наших ног, будет постепенно плавиться. А при морозе плавиться у них не получится, поэтому они будут разрушаться. Многократное разрушение скорее похоже на хруст, чем на скрип. Однако мы называем это скрипом. А может там на самом деле трение, а не разрушение хрусталика, кто его знает. Эта вся история вам подтверждала то, что тот звук, который мы слышим, вызван колебаниями того объекта, который звучит. Однако колеблются очень много вещей вокруг нас. Например, в этой комнате есть множество завихрений воздуха, которые колеблются и которые, да, хрустят. И которые тоже являются колебаниями. Однако мы их не слышим. Вы слышите меня все-таки, как я разговариваю. Дело в том, что не всякое колебание, которое мы звучим, которое существует, мы можем услышать. Чтобы мы услышали колебания, нужно, чтобы оно было достаточно громким или чтобы было что-то, что усилит именно это колебание. Нужна такая штука, которая называется резонатор. Это вторая часть музыкальных инструментов, которая обязательно им нужна. На двух одинаковых гитарах нужен не только одинаковый струн, но и одинаковая коробка, которая эти струны будет усиливать на нужную величину. Простой резонатор на одну частоту будет иметь строение такой большой-большой полости с каким-то узким горлышком. И, например, точно такое же строение имеет наш речевой аппарат. Наша большая-большая емкость — это наши легкие, а узкое вот это отверстие, которое находится вверху, — это голосовые связки, которые мы можем нашими мышцами развегать и сдвигать. Что тут дальше будет? Ага. И частота, которая усилит этот резонатор, будет зависеть от параметров всей этой штуковины. Вот, например, длина горлышка будет при увеличении длины, частота будет уменьшаться. Я не знаю, как можно увеличивать длину каких-то частей нашего голосового аппарата, но, в принципе, наверное, можно. И что тут рассказать про людей разного роста, у которых разного высоты голоса. Сечение будет увеличивать частоту. Когда мы будем раздвигать связки, тот звук, на котором мы разговариваем, будет ниже, потому что сечение будет больше, нет фигня, выше будет. Объем этой полости, которая резонирует, также будет влиять на частоту. При увеличении объема частота будет уменьшаться. Это проявляется в том, что маленькие дети, например, говорят более высокими голосами, чем взрослые. Почему? Потому что у взрослых больше легкие. Больше легкие, ниже частота, на которых резонирует этот усилитель. Или, например, с лапками в ладоши. Если вы возьмете наши ладоши. Ладоши, молодцы. И мы можем хлопнуть в ладоши на плоских ладонях. О, какие все волосы, да. А можем хлопнуть их немножко подсобрав. Да. Когда мы их подбираем, мы постепенно с взрослением осознаем, что так звучит звук громче и ниже. Когда мы заставляем резонировать больше объем воздуха, больше объем приводит к меньшей частоте. Звук становится ниже. И в конце концов, я думаю, вы знаете, что сейчас произойдет, на скорость звука того вещества, который заполняет полость, влияет на то, какой звук мы услышим. Если полость заполнена звуком с большей скоростью звука, средой с большей скоростью звука, мы услышим этот звук. Развязывайся. Мы услышим этот звук выше. Сейчас я попробую. Наверное, у меня получилось. Дело в том, что мои легкие теперь заполнены гелием, а не воздухом. И у гелия скорость звука больше, чем у воздуха. И поэтому, как тоже все прошло, и поэтому частоты, которые усиливают мои легкие, стали теперь выше. Раз они стали выше, значит, мой голос стал тоже выше. В общем-то, наверное, я надеюсь, что ваше понимание звука чуть улучшилось. Думаю, что вам понравилось. Спасибо. Вы занимаетесь музыкой? Я полгода ходила в музыкалку. Играла на гитаре, пела. А что? А что есть особенного вообще звука? Есть что-то такое особенное, за что вы хотите? Вы сейчас говорите про музыкальные звуки, про звуки вообще? Почему я выбрал эту чемпу? В общем, а звука тут? Тут много инструментов по музыкальной. Поэтому я думаю, немножко инструментов. И те могут выиграть. Мне просто нравится эта удивительная особенность, что то, что мы слышим, похожие явления вызывают звуки, которые называем похожими, даже если они являются разными. И мы называем их одним и тем же словом. Даже если они являются разными. Это то, что мне нравится. Мне нравится физика за этим делом, а не музыка за этим делом. Вы сказали, что скрипка скрипит, а гитара не скрипит. Дело в том, что мы называем такими прикольными словами звуки, у которых такой размазанный спектр, в котором есть не музыкальные звуки, а что-то близкое к повседневному. Гитара звучит музыкальным звуком. Поэтому мы не назовем это каким-то специфическим словом. Просто потому, что нам не нужно специальное слово, чтобы означать гитару. У нее не сложный спектр, у нее простой музыкальный спектр. Как стоит изменить наши органы восприятия звука, чтобы он могли более низкий и более высокий звук, чем не может чувствовать себя ничего. Ну, там что-то в ушах поковырять, там есть какая-то барабанная перепонка, молоточек, еще какие-то штуки. Но что именно, как изменить? Сделать тоньше, сделать тоньше. Например, если мы хотим услышать более низкий звук, нам нужен меньший объем. Нам нужно, чтобы там все было гораздо более тонко устроено, чтобы мы слышали более низкие звуки. На меньших вопросах. Сказала, что российская жена такой вид, как водья. Водья, да. И она усиливает туда одну какую-то частоту. Проблема в том, что у гитары шесть струн, несколько звуков, но водья все равно одна. Водья одна, но у нее же не строение, большая полость и узкое горлышко. У нее строение, она вот такая вот изогнутая, и горлышко достаточно широкое. Оно не узкое и вытянутое вверх, а широкое и плоское. Поэтому гитара усиливает что-то более запутанное. У нее свои какие-то загадочные частоты. Скажите, пожалуйста, что такое визг и чем он отличается от скрипа? Визг. Хорошо, визжать, во-первых, кто у нас визжит? Визжать у нас могут, по-моему, только люди. Свиньи. Ну, в смысле, хорошо, живые существа. Да? Тормоза на втором виде. Нет, нет. Живой, ну, визжай. Он не визжит. Это, во-первых, я подозреваю, что это, во-первых, что-то высокое, а во-вторых, это... А что тормоза делают? Почему они визжат? Потому что трение, да? Ну, скорее всего, да. Ну, тогда я бы сказала, что в случае тормозов это трение там чего-то там, чего-то там, а чего-то там, а в случае голосового аппарата это трение все-таки строения там где-то ротовой полости, где-то там, что-нибудь, а что-нибудь трется, и происходит визг. Скажите, пожалуйста, что вот есть где-то в этом мире комната, которую многие слышали, комната, в которой нет эхо. Космически. Вот таким особым образом, да, построенная. Говорят, что человек проведет в ней сутки, может там с ума сойти, или что-то в этом роде. А почему наш мозг интерпретирует отсутствие звукой? Странно. Как оно вообще может интерпретировать? У разных людей это может быть по-разному. Я думаю, тут проблема просто в непривычности. Если поместить человека в любую непривычную среду, например, если поместить его в среду, в которой не будет запахов, он тоже замахается через сутки и не поймет вообще, что происходит вокруг него. Слово в этой комнате еще будет очень хорошо слышно от течения жидкости внутри тела. Это тоже дискомфортно. О реальной угрозе и проблеме использования биологического оружия в Миром сообществе начали говорить только после 11 сентября 2001 года, когда США захлестнули почтовые рассылки белых конвертов с неизвестными белым порошком внутри. Позднее в нем обнаружили спор.